Так, так, да блядь, сука, да пошло на все, получай. Чувак, ты что творишь? А? Это же мой телефон. Ну ладно, я это пошел. What the fuck? Так, ребят, сразу спойлер. Тут нету игры Flappy Bird. Ну, потому что ее хайп уже давно закончился. Конечно, я помню, как все бомбили из-за ее сложности. И мне кажется, эту игру знают практически все. Смысл ее впихивать в топ? Потому что тут речь пойдет в большей степени о свежих релизах, которые заставят тебя попотеть. Или подорвут твой пукан, это я тебе гарантирую. Пятое место заняла игра Knife Heat. Это где ты стреляешься ножами, в круг сделанных из досок. Но даже она умудрилась подорвать мой пукан. Кто смотрел мой обзор, поймут меня, конечно. Этот проклятый шестой левел, с которого меня просто бомбило. Шестой левел, Карл. Пройти его для меня было задачей не из легких. А дальше только сложнее. Нереальное вращение. Сокращение свободного места для ножей. И увеличение самих ножей. Все это заставит тебя визжать как су... Кхм-кхм. Но также зато в игрушке есть прикольные скины. Да и сама она очень даже красивая и замечательная. Хоть и сложная. Играем. Ну а на четвертом месте оказалась игра Fit. Обзор я на нее запилил в январе. Но актуальность и сложность игры по-прежнему на высоте. Смысл игры заключается в том, чтобы вставлять недостающие фрагменты в крутящуюся деталь. И чем ниже ты спускаешься, тем сложнее деталь. Ну и впоследствии чего попасть становится намного труднее. Посмешили мне еще человечки, которые на деталях тоже радуются, когда ты попадаешь в январь. Даже больше, чем сам. Облачная атмосфера и приятная графика делают игру более привлекательной. Поиграйте и вы. Второй кулидеру попала игра Impossible Car Stun Racing. Мой обзор на эту игру не набрал даже особо просмотров. Но я уверяю вас, это был бомбящий обзор. Так как падал я там просто постоянно. Из-за этого у меня бомбило не по-детски. Тут помимо сложности уровней, где тебе надо не упасть. Иначе ты начинаешь все сначала. Сделали самое неудобное управление машиной. Это управление самим телефоном. Это делает ее двойнее сложнее. Я просто уверяю вас. Поиграв в нее, пукан подгорит у вас 100%. Ну а второе место заняла игра 5 ночей с танками. Игра еще молодая. В ней всего лишь две ночи. Когда я проходил первую ночь, там всего лишь надо было закрывать двери от скримеров. Собирая попутно заряды для эктрашокера. И я думал, что пройду ее на изи. Я никогда так не ошибался в своей жизни. А как прошел ее в первый раз лишь за 4 часа. Мать ваша, 4 часа! Это с учетом того, что жопа у меня подгорала постоянно. Происходило это на последних часах. Ну или на этапах. Кому как удобнее понимать. После того, как начали отключаться экраны. И те надо было быть максимально сосредоточенным. И надеяться лишь на интуицию и на звук. Ну а вторая ночь еще сложнее оказалась. Я ее до сих пор не прошел. Лишь потому, что нервы пока берегу. Но скоро я это сделаю и обязательно выложу видос. Но это будет уже совсем другая история. А так ждем третьей ночи от разработчиков. И чтоб скримеров пожестче. Ну а лидером по сложности является игра Strong Along. На вид прикольная игрушка. Где в главной роли выступает деревянная кукла. И ты как кукловод ей управляешь. Трудности начинаются с 10 уровня. Где появляются все нереальные коридоры. Всевозможные бочки, лифты, подъемы, качели и так далее. И все как-то сделано уж слишком по таймингу. То есть если где-то просрешь момент. То либо тебя бочкой придавит. Или разложишься где-нибудь. Все это нереально бесило меня. А в комментариях писали, что 19 левел вообще нереальный. Меня лично не хватило надолго. Ведь нервы беречь надо с молоду. Ведь она нереально жесткая. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. В этом месяце не будет никаких новостей. Комментарий я решил оставить в конце видео. Потому что неудобно мне кажется. Как вы считаете. Пишите в комментариях. Какой следующий топ сделать. И как вам в общем анимация и сам топ. В этот раз я топ сократил до минимума. Как вам этот можно так сказать формат. Не на 10 минут, а на 5-6. Мне кажется это легче и лучше. А так на этом все. С вами был Шевиля. До новых встреч. Пока.